Привет, ребята. В этом видео две темы. Первая про российских производителей. Вторая про социальные сети. Итак, начну с производителей. Напомню, что у нас вы можете заказать монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации в Санкт-Петербурге и в Москве. Если вы монтируете инженерные системы самостоятельно или автоматизируете отопление в своем частном доме, то обращайтесь к нам за консультацией. Консультация помогает сэкономить кучу времени, нервов и денег. Поймете, что делать, из чего делать и где выгоднее купить материал. Кроме этого, мы изготавливаем и отправляем в любой регион наши узлы ввода. При монтаже системы водоснабжения в квартире, водной узел самый сложный и самый трудозатратный. Заказывайте наш узел и он придет к вам в сборе и проверенный давлением. Вам останется прикрепить его к стене на 4 болта, подвести трубы от стояков к узлу и от узла до ваших точек водоразбора. Ссылка в описании. Я не тратил много времени на то, чтобы найти, какие конкретно производители и что производят в России для нашей сферы, для инженерной сантехники. Но могу сказать одно, что я нашел очень много производителей, которые на самом деле производителями не являются. То есть они пишут, что мы производители, а по факту непонятно где находится производство. Раньше я делал обзоры на видеорегистраторы CarCam. Так вот компания CarCam занималась разработкой этих видеорегистраторов. То есть они допиливали программное обеспечение, придумывали как это что будет. Возможно даже они целиком писали программное обеспечение. Я этого не знаю. Но само производство находилось где-то там, за горизонтом. Между золотых оков, где легко и тепло, ты опять далеко. Такие производители, я назову в кавычках, почему-то смело заявляют себя производителями. Хотя на самом деле они являются разработчиками. Конечно же я понимаю, что без разработчиков ничего не будет. Разработчики нужны, изобретатели нужны. Это люди, которые создают продукт. Но вот кто его производит, как только начинаешь выискивать, начинаешь смотреть, оказывается, что опять где-то там далеко. Так вот производителем я считаю тех производителей, у кого производство находится территориально здесь. То есть вот завод стоит тут, тут работают люди и здесь делается этот продукт. Вот эти люди красавчики. Потому что однажды они вложили свои деньги для того, чтобы создать что-то, чем могут пользоваться другие люди. Понятное дело, что вложить в производство это вложение, которое очень долго окупается. Это вложение на долгосрочную перспективу. Это не вот это вот, взял где-то, заказал свою нашлепку, сделал и продаешь. Типа я производитель. Таких много. Что у нас абсолютно точно делают это полипропиленовые трубы. Трубы из ПНД, трубы из шитого полиэтилена ПЕКСА и ПЕКСБ. Что касается сырья для производства, то насколько мне известно, само сырье для ПЕКС труб производится не в России. А его привозят откуда-то из-за границы. Так вот если с трубами и фитингами из полипропилена проблем нету, то возникает вопрос, а кто же собственно делает вот эти вот вставочки латунные. Потому что там же в фитинге полипропиленовом есть внутренняя резьба, наружная резьба. Это все сделано из латуни. Где это делают? Непонятно где это делают. Возможно это делают где-то за горизонтом. В России также делают системы очистки источных вод. Например для загородных домов делают станции биологической очистки. Таких производителей много. Но это производство достаточно простое. Если ты знаешь как устроена эта система, то собственно создать ее можно самостоятельно. Все что нужно для того чтобы создавать это либо литейная форма, если делают целиком вот этот бак. Либо из полипропиленовых листов берешь специальный инструмент, склеиваешь листы между собой. А дальше все что самое сложное в этой системе это компрессор. Делают ли компрессоры такие воздушные для станции биологической очистки в России или нет, мне неизвестно. Делают накопительные емкости. Их собственно и делали в России. Потому что привозить накопительные емкости из-за границы достаточно дорого. То есть гораздо дешевле создать здесь производство, потому что это пустые объемные бачки, которые занимают много места. Это производство тоже достаточно простое. Не дешевое, но простое. Трубы PND делают и по моему даже делают фитинги из PND из полипропилена. Фитинги делаются компанией PROAQUA, но я не знаю PROAQUA делает в России PND фитинги или нет. И компания LAMIN тоже планировали привести производство в Россию. То есть без холодной воды не останемся. А вот что касается котлов и насосов, то с этим есть проблемы. Если мы говорим про котлы и элеваторные узлы промышленного масштаба, то вроде бы с этим нет особой сложности. Что-то производится. А вот что касается бытовых насосов или котлов, то с этим есть проблемы. Есть конечно компании. Вот например я был на выставке недавно. Вот так называется. Непроизносимое имя какое-то. В Петербурге собирают котлы, но к сожалению котлы собираются из европейских комплектующих. То есть внутри страны это грубо говоря такая отверточная сборка. Нет, но я понимаю, чтобы сделать корпус там отверткой не обойдешься, но я все равно. То есть теплообменники, все эти самые сложные штуки, насосы, клапаны и все остальное. Ну вот пока так. Если вы знаете российских производителей, то напишите в комментариях, кого вы знаете и что делает эта компания. Если она делает что-то, то под какой торговой маркой продает. Зачем это нужно? Это может пригодиться тем людям, кто на данный момент собирается вложиться в производство и это может им облегчить труд. Например, у нас есть компания Интерсколл и Фиолент. Понятное дело, что часть этих продуктов делается в том числе и в Китае, но возможно электродвигатели, которые делаются на этих предприятиях, можно применить в насосах. Кто-то может делать подшипники, кто-то может делать корпуса для циркуляционных насосов, например. Кто-то еще что делает. Таким вот образом, те данные, которые вы напишите в комментариях, я соберу это в один комментарий и закреплю в начале. Либо если вы напишите очень много, то я создам отдельный пост в Телеграме и на своем сайте. И ссылка будет в описании к этому видео. Ну вот так вот по крупицам, по крупицам это дело все соберется. Потому что очень сложно взять и на одном производстве сразу же лить чугунный корпус для насоса, сразу же делать обмотку, якори для электродвигателя, плату, электронику, которая будет управлять этим насосом, провода, разъемы, клеммы, все это. Как бы насос это такое уже сложное изделие, относительно сложное изделие. Потому что там много компонентов, которые связаны, могут быть связаны просто на разных производствах. Конечно, дешевле всего и выгоднее делать на одном производстве, но это требуется гораздо больше вложений, чем если бы это собирать с разных мест. Кто знает, может быть и в перспективе появятся те продукты, те насосы и то оборудование, которое будет конкурировать с западными производителями, которых мы сейчас потеряли. Примером развития может быть компания LD. Значит, компания LD начали делать резьбу. Вот это образцы резьбовых фитингов. У меня здесь тройник, футерка, ниппель, американка и переходной ниппель. Резьба добротная. Мне нравится, как сделана резьба. Если компания LD расширит свое производство и вот эти фитинги будут доступны в широком ассортименте, будет круто. Если вы скажете, что компания LD дно или что-то с шаровыми кранами было не так, то имейте, пожалуйста, в виду, что каждая компания развивается и каждая компания может ошибиться. Прежде чем говорить, что краны дно, вы посмотрите, такие ли у вас краны стоят. Может быть у вас старые краны стоят, с которыми могли быть вопросы. Потому что, когда я был на заводе LD, они говорили, что у них была как-то партия кранов. Это было много лет назад. Не прям 100 лет назад. Не сейчас это было. И проблема была. Они эту проблему признали. И там, где кто что сказал, они решали этот вопрос. Но с тех времен уже сменилось 3 поколения кранов. У меня получается в руках юбилейный кран. 30 лет. 1992-2022. Прикольно. Так вот, эти краны стали не хуже европейских. Они были в 2 раза дешевле и прочнее, чем те краны, которые мы на производстве ломали. А мы ломали все, до которых мы дотянулись. Что касается латуни, то с латунью тоже все в порядке. Если хотите, вы можете посмотреть видео по ссылкам в описании с завода LD. Про ошибки можно говорить сколько угодно, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Например, взять автомобиль Citroen C5. Этот автомобиль выпускался с 2008 по 2017 год. Казалось бы, автомобиль хороший. Автомобиль красивый. Понятное дело, что это не BMW и не Audi. Оно не пользуется вот это вот изделие таким спросом, как Toyota или еще что-нибудь известное. Но у автомобиля гидропневматическая подвеска. У автомобиля красивый дизайн. У автомобиля надежный мотор. В принципе, там нет вопросов к этой машине, кроме того, что это Citroen. И за те деньги, за которые он продается, по комплектации не сравнится больше никто. Но именно в этом кузове с автомобилем они немножечко накосячили. Если сказать, что Peugeot, например, это не автомобиль, то есть BMW. Это же автомобиль. Это же известная торговая марка. BMW Топчик. Так вот, BMW вместе с Peugeot разработали двигатель EP6 1.6. Об этом знает каждый владелец Citroen и Peugeot и каждый, кто ремонтирует этот автомобиль. Этот мотор, который испортил все. То есть этот мотор, который турбированный. С ним все хорошо, с силами все нормально, но живет он совершенно недолго. И довольных у кого такая машинка очень мало. Если вы зайдете на любой сайт, где продаются эти автомобили, то с таким мотором машины будут самыми недорогими. Накосячили производители? Накосячили. Производители стали от этого плохие? Нет. Ну ошибочка вышла. Да, проблема. Но о проблеме нужно говорить. Когда я делал обзор на насос Grundfuss Scala 2, у них первая партия была немножечко с косяком. Там на валу немножечко протекала вода. И они вроде бы, насколько мне известно, эту партию отзывали. То, что было на складах, они то ли ремонтировали, то ли что-то было. И в течение полугода они эту проблему решили. И все новые насосы, которые были, они уже не текли. Это потому, что люди давали обратную связь. Поэтому, если вы сталкиваетесь с проблемой, то всегда нужно давать обратную связь. Всегда нужно сказать производителю, что вот здесь вот проблемка. Потому что, если мы не будем об этом говорить, то производитель об этом никогда не узнает. А если он не узнает, он будет думать, что все хорошо. И никакие меры предприняты не будут. Любой адекватный производитель всегда открыт к обратной связи о его продукте. Единственное, что мне не очень нравится, это у некоторых российских производителей есть странные имена. Какой-то завод по Элткэм... Не выговорить это слово. Какое-то сокращение бравитуры от чего-то такого длины. Вместо того, чтобы назвать как-то лаконично. Как, например, Левин Дмитрий назвал свой завод. Или ЗОТА. Или ПРОАКВА. Или РОСТЕРМ. Да, кто угодно. Просто правильное название, которое будет легко читаться и легко запоминаться. А не какая-то аббревиатура. Почему не назвать нормально? Ну а назвать нормально, чтобы запоминалось. Мне тут пришла идейка. Нужно бы спросить у Виталяна, что он вообще думает о российских производителях. Виталян, привет. Слушай, может быть ты что-то можешь рассказать или что ты думаешь вообще о российских производителях? Есть ли у нас что-то вообще в стране или нет? Слушай, Тём, ну блин, это не телефонный разговор, не телеграммный, не письменный. Тут, ну, надо лично. Поэтому я выезжаю в Питер, сейчас встречаемся тогда где-то и пообщаемся на эту тему. Потому что тема глубокая на самом деле. Визаль, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о российских производителях и вообще есть ли у нас будущее в инженерной сантехнике, вот с учетом сложившейся ситуации, что у нас нету привычных насосов, котлов, фитингов, труб модных. Всё то, к чему мы так хорошо привыкли, мир резко поменялся и пришлось резко на всё другое переобуться, но оно есть. Мнение расхожее существует, дескать. Оно есть, но отверточной сборки неполного цикла и очень хороший вопрос и очень вовремя. Потому что на тот момент, когда у тебя выйдет видео это, скорее всего на стройплощадке ещё не выйдет ролик, а мы как раз занимаемся тем, что снимаем ролик об импортозамещении. Да, на стройплощадке выйдет интересное видео как раз таки о, не будем говорить о ком, о российских производителях. Будет интересное кино. Мы будем просто показывать это производство и будем показывать, что это полный цикл. Если это электрический тент, то начиная с самой нити её производства и заканчивая готовым изделием. И импортный котёл импортного бренда, нам разрешили это говорить, производится в России для российского рынка с импортной этой наклейкой. Латунь, краны, резьбы, полипропилен, ПНД, полиэтилен сшитый класса А. А, я думал это узкое место, а есть два производителя, и полный цикл, и все сырьё, всё есть, и оно работает. Не всё, вернее не всё своё, малая-малая доля, какой-то ингредиент там хитрый. Но нашли уже контрабандные пути, там как эти, абхазские чипы и так далее, вот это всё. А, чипы, опять же, там электроника, да. То есть смотри, у нас получается трубы есть, у нас есть какие-то фитинги, у нас резьба есть, ЛД, краны из опорной арматуры. А самая главная проблема, это инструмент в первую очередь, электроника, то есть управление автоматизацией всех систем, насосы и котлы. Насосы бытового сегмента, котлы газовые, электрокотлами вообще проблем не было никогда. Это понятно, да. Два основных лидера на рынке с сильно большим отрывом, в отличие от остальных прочих, всегда были отечественные производители. А потом все остальные прочие. Я был уверен до этого, что ProTerm, лидер рынка, да, ничего, что я бренд назову. Ничего вообще. А оказывается, что нет. И причём даже не в тройке лидеров. Что ты думаешь будет с автоматикой? Ну, автоматику у нас в основном проектируют, а делают где-то и приезжают из Азии. Но не все. Автоматика котлов электрических Тайвань и сторонние предприятия в России. И сами делают. И говорят, что самим делать экономически нецелесообразно, собственными мощностями обходиться. Но если придётся, очень быстро переобуются, прям вот так. То есть уже всё налажено. И это будет легко. Просто это будет экономически нецелесообразно. Да, есть много производителей, которые не делают здесь что-то не потому, что это невозможно сделать, а потому, что тупо невыгодно. Потому что где-то есть налаженное производство. Взять, например, процессоры. Вот как делать процессоры. Там есть, по-моему, только одна какая-то компания, которая находится то ли в Нидерландах, то ли в Голландии. Не буду врать, не помню, что от её работы зависит вообще всё производство всех процессоров мира. Да. Ещё знаешь, какой момент на стройплощадке. Да, упомянули, что ролик будет. А сейчас они короткие видео выпускают, показывают производство. И там в комментариях, ко-ко-ко, импортозамещение. А робот-то не отечественный, станок-то не отечественный. А если он сломается, ребята, кого мы обманываем. Он сломается в России, где есть синяя изолента, где есть русский Ваня, который завсегда всё налепит, замотает. У нас в стране каждый мужик может поменять кран, может поменять унитаз, розетку, люстру, лампочку, сделать электрику. Сам предпочтёт нанять профессионала. Но при этом, если не будет возможности, сделает сам. Каждый, каждый, кто этот ролик смотрит, знает, как из двигателя от стиральной машины сделать гриндер или наждачный станок. Не делал, но знает, как сделать. И если придётся, сделает. Есть такие кулибины, которые такие чудеса творят в подвале, без дотации, без грандов, без кредитов, лизингов и всего прочего. Просто берут и делают. Но это больше от безысходности. Да, но тем не менее, понимаешь, это такое свойство, у которого больше никого нет. Конечно, надеяться на этот авось не стоит. И, конечно, правильнее всем мириться и начинать жить уже как было. Но, тем не менее, так или иначе, у нас страна такая, что у нас очень богатый в плане сбыта рынок. И климат таков, что без радиаторов ты не проживёшь. Без стакана, без бутылочки, без айфона ты проживёшь. Без чего-то, без телевизора, без радиатора, без котла ты не проживёшь. В России самая протяжённая сеть отопительных, то есть отопление, магистралы отопления, всё это самое большое. Потому что климат такой. И самый богатый в плане сбыта рынок. И просто так от него никто не откажется. Дураков нет. Не откажется от рынка два. Раз, сами можем два. Но не в той степени, не того качества, скорее всего, не в том объёме. Но не замёрзнем, это факт. Насосы, узкое место из того, что я сам заметил. Бойлеры косвенного нагрева, тоже узкое место, где есть просадки. Но так или иначе, это ниша, освободившаяся, которая мгновенно будет занята кем-то. Это не космическое что-то, это не чипы, не процессоры, не что-то. Я в этом не силён, может и их тоже можно заменить. Просто не моя тема. Очень сложно. Напишите в комментариях, что вы знаете о российских производителях, что они производят и под какой торговой маркой продают. Ну, а мы переходим к следующей теме, российские социальные сети. Что я думаю о блокировке Инстаграма или о ограничениях функционала Ютуба, ТикТока и прочих социальных сетей, к которым я, как блогер, привык. Можно сколько угодно говорить о том, что у нас есть свои социальные сети российские, но, как обычно, есть нюанс. Если взять Ютубчик, то, выкладывая видео, это видео может посмотреть неограниченное количество человек. Почему? Потому что в Ютубе есть алгоритмы, которые рекомендуют конкретному человеку конкретную тему видео или конкретное видео, которое ему рекомендуется на основе его предпочтений, на основе того, что он посмотрел, что он пролистал, что он где написал комментарий, где оставил какую-то реакцию. Это значит, что эта тема ему, скорее всего, интересна и подобные тематики будут ему подсовываться дальше и дальше. Наши же социальные сети можно сравнить, наверное, как, предположим, что у меня есть буханочка ароматного хлеба. Я беру и кладу в коробочку, открываю большой сундук, кладу туда этот хлеб и закрываю сундук. Но в этом сундуке такие же коробочки, только в этих коробочках не только хлеб. Где-то подшипник, где-то смартфон лежит, где-то лежит розетка, а может быть болт, где-то гайка лежит. Все в одном сундуке. И таких сундуков десятки тысяч просто. Вот просто гора этих сундуков кругом. И вот с тех пор, как только ты туда положил, крышку закрыл, все, продолжения не будет. Вот он там лежит и все, забыли. И вот спустя время я проголодался и решил найти свою буханочку хлеба. Прихожу, а там десятки тысяч этих сундуков, все одинаковые. В каком сундуке лежит мой хлеб? Как это найти? Да я понятия не имею. Гораздо проще засеять поле, посадить рожь, потом это дело выкосить, высушить, добыть зерно оттуда, перемолоть его на мельнице, которую нужно будет построить, потом построить печь, испечь этот хлеб и съесть, чем найти в этом сундуке. Вот так работают наши социальные сети. Все те загруженные видео, которые загружаются в наши социальные сети, там и лежат. Просто лежат и никто их никогда не увидит до тех пор, пока это видео не будет размещено, например, на стене ВКонтакте. Если его увидят, то шанс только на то, что кто-то его порекомендует своим знакомым. Все. Само оно никогда никому не покажется. Про Рутуб я вообще молчу. В Рутуб, во-первых, загружаешь видео, они там трое суток модерируются. Модерируются трое суток видео. Там, я не знаю, вручную что ли смотрят, в глазную изучают, как это вообще, там что там запостили, вот это как, я вообще не понимаю. За месяц, ноль просмотров. Вообще. Ноль. То есть видео вообще никто не смотрит. Думаю, дай-ка я попробую посмотреть в поисковике, что вообще выдает Рутуб. Вводишь название одно, он тебе выдает целую кучу шлака, не относящаяся вообще к названию никакого. Попробуйте ввести запрос все инструменты.ру на Рутубе. И вы удивитесь, что там вообще не понятно, что выдается. Ввожу в поисковике Ютуба все инструменты.ру, пожалуйста, у меня сразу же канал все инструменты и видосики, которые они выпустили. И так с любой тематикой, что угодно написал, Ютубчик выдает сразу то, что ты ищешь. А Рутуб выдает то, что он считает нужным. Как он считает, что он думает, вообще не понятно. И есть ли ему чем думать. Вот пример. Первая запись в социальной сети Instagram у меня была сделана в 2017 году. А первая запись в сети ВКонтакте у меня была сделана в 2008 году. Получается, что ВКонтакте я начал вести на 10 лет раньше, чем Instagram. Грубо округляя, страничку ВКонтакте я веду 14 лет, а страничку в Instagram я веду 5 лет. Так вот при условии, что контент в этих двух социальных сетях одинаковый и у ВКонтакте есть фора в 10 лет, на текущий момент аудитория ВКонтакте на страничке у меня 2000 аккаунтов, а в Instagram 12000. 12 и 2000. И рекламы не было ни там, ни там. Есть в интернете такой ресурс Хабра Хабра. Вроде бы правильно я его произношу. Так вот однажды эти ребята сделали такой же автомобильный ресурс, называется Автокадабра. Какое-то время я на этом ресурсе был. Я публиковал там свой материал, какие-то свои соображения, мысли про автомобили или какие-то поездочки. Особенность этого ресурса заключается в том, что когда ты публикуешь там материал, этот материал появляется на главной странице. А далее уже, когда он появился на главной странице, его либо задизлайкают, либо залайкают. Если его задизили, он улетает на штрафстоянку и больше там не появляется. Если его залайкали, он стоит на главной страничке до тех пор, пока не появится какая-то новая интересная публикация. И смысл этой социальной сети заключался в том, что когда ты напишешь хороший материал, этот материал обязательно увидят и обязательно дадут обратную связь. То, что нужно. Тогда же я зарегистрировался на сайте Drive2. Тоже автомобильное сообщество, но это тоже на тот момент был сундук. Создаешь там страничку, пишешь что-то и это остается у тебя. Это то же самое, что твой личный сайт написал и все. Но твой личный сайт это хотя бы у тебя работают поисковики, которые находят твою информацию, как начался вообще мой бложик. Мы же создали в 2009 году сайт, на котором я писал текстом, что делать, как починить самостоятельно. Вы можете посмотреть по ссылке этот сайт. И при условии, что мы ничего туда не вкладывали, у нас через год или через полтора года на сайте уже была посещаемость 40 000 человек. Правда в месяц. Но все равно это было как бы ни фига себе. Для меня по крайней мере, потому что у меня не было никогда такой аудитории. И получается, что нету никакого смысла писать вот в этот сундук на Drive2. На тот момент. Я пишу для того, чтобы увидели мой материал, увидели мои мысли, опыт которым я делюсь. Не для того, чтобы продать рекламу. Нет. Это один из способов самореализации. Для каждого человека, который ведет какую-то страничку. Для каждого. Даже тот, кто говорит, что мне не для этого. Тот, кто пишет, что у меня не для этого, у того закрытый аккаунт и он ни с кем не делится. А тот, у кого аккаунт открытый, значит он хочет обратно связи. Хочет общаться с аудиторией, с людьми, с друзьями, со знакомыми, с родственниками. Вот с любым количеством людей, которые его читают. Потому что, когда человек не хочет, чтобы видели, чем он делится, у него первое либо закрытая страничка, второе у него ежедневник, который вообще видит только он. И все. И больше ничего нет. И все остальные отмазки, что мне не надо, чтобы меня знали, чтобы меня видели, чтобы мне что-то писали. Вранье. Вранье самому себе. Так вот про социальные сети. Когда я публикую материал, мне важна активность. Мне важны ваши комментарии и ваша обратная связь по материалу, который я создаю. Потому что, если нет обратной связи, то, собственно, и нет смысла ничего делать. Это никак не вдохновляет. И это важно каждому блогеру. Каждому, кто ведет хоть какой-то открытый аккаунт. Хоть маленький, хоть огромный. Так вот про алгоритмы. Когда можно было публиковать видео в ТикТок, я завел этот аккаунт и он мне прожил примерно один год. За год у меня набралось там 9000 подписчиков. 9. За год. За год. За год. За 14 лет ВКонтакте у меня набралось всего 2000. А тут... Ну капец. Как-то я менял резину в своем Ситроене и бегло показал подвеску. Как она устроена. Гидропневматическая подвеска. Там нет пружин. Там устроена немножко по-другому. И показал, насколько она вообще невероятно дорогая. Так вот это видео в ТикТоке за сутки набрало 500000 просмотров. Я думаю, что это кому-то из вас может быть интересным. Вот это Ситроен Ц5 на гидропневматической подвеске. Смотрите. Вот стойка. Пружины нет. Рессоры нет. Пневмобаллона нет. И здесь вместо марксаторов стоят гидроаккумуляторы. Вот они. Вот эти вот штучки. Вот собственно это сверху стойки. Вот так вот выглядит сфера. Яйцо. Яйца. Яйца значит самец. Видео про замену радиатора набрало 2,5 миллиона за 2 суток. 2,5 миллиона. Конечно есть те видео, которые набрали по 4700. Вот минимальное количество просмотров. Но извините меня. Аккаунту год. Это работают алгоритмы. Алгоритмы, которых нету в наших социальных сетях. Конечно видя успех ТикТока, Ютуб и Инстаграм не стали отставать. Ну и ВКонтакте тоже сделали что-то подобное. Но ВКонтакте оно какое-то такое странненькое. Непонятно. Тоже видимо нету ленты рекомендаций и пока это дело не работает. Так вот когда постишь рилсы в Инстаграм, то там алгоритмы похуже чем в ТикТоке. И там тоже иногда рекомендуется видео, но это как-то смотрит. Как-то это продвигается по чуть-чуть. Но не очень активно. Но косяк Инстаграма заключается совсем в другом. Если ты написал какой-то полезный пост, то его увидели сейчас. И эта публикация живет какое-то небольшое время. Несколько дней. Может быть даже неделю. А вот спустя неделю этой публикации не существует. Она есть только в моем аккаунте. И эту публикацию смогут увидеть только тот человек, который перешел в мой аккаунт и решил всю ленту до дна посмотреть. Таких людей очень мало. Очень мало таких людей. И если посмотреть публикацию, которую я создал в 2020 году, например, про то как магниевый анод защищает водонагреватель. То есть там на молекулярном уровне я детально объяснил как это работает. Также я делал видео про труборезы, которые вроде бы все одинаковые. Не вроде бы, а точно. Одинаковые они. Ножи, конструкция. Они продаются под разными цветами. Под разными торговыми марками. И по разным ценам. Благодаря этой публикации можно купить хороший труборез, не переплачивая лишних денег. Полезные посты про труборез и водонагреватель, который может защитить магниевый анод. Полезные. И свои актуальности они не потеряют еще очень долго. Но в инстаграме они живут одну неделю. Удалять нельзя. Потому что если ты удалишь, ты попадешь в теневой бан, о котором ты не узнаешь. И твоей новой публикации не будет рекомендоваться. Получается абсурд. Ты написал полезный материал, который никому никогда не покажут. А Ютуб в этом плане просто красавчики. Бывает смотришь какое-то видео, а в рекомендациях всплывает видосик давностью в 10 лет. И ты думаешь, Ютуб, ты дебил. 10 лет прошло. Зачем мне это видео показывать? Тыкаешь на это видео и смотришь, а там какая-то конференция по физике. Которой мне так не хватало. Которой мне нужно было при создании какого-то контента. Где я ходил, консультировался с физиками и химиками для того, чтобы создать какое-то полезное техническое видео. И вот оно. Вот то, что мне нужно. Я с удовольствием посмотрел эту конференцию на 1,5 часа и извлек для себя что-то полезное оттуда. Взять мои видео, например, про подбор насоса или про полипропилен. Или любое техническое видео, которое с большим погружением, оно будет актуально очень долго. Потому что сантехника меняется очень редко. И до тех пор, пока будут работать законы физики, актуальность подбора насоса не изменится. И ютуб это понимает. И поэтому ютуб это будет рекомендовать тем людям, кому это потенциально интересно. Даже старые видео, если они актуальны, ютуб будет рекомендовать. А инстаграм чё? А инстаграм для еды. Сфоткал бургер, который ты собрался есть. Красавчик. В ленту опубликовал. Молодец. Всё. Ешь. Съел? Тоже молодец. И больше мы твой пост с бургером рекомендовать никому не будем. Ты же бургер съел. Всё. Он уже не актуален. Пока. На текущий момент считаю, что ютуб это номер один платформа, на которую можно создавать такой контент. Потому что ютуб это гугл. У гугла есть свой поисковик. Поисковик в ютубе хорошо работает. И гугл вообще о пользователе знает вообще всё. В два раза вообще. Ну и фиг с ним. Ну вообще всё знает. И он понимает интересы человека и рекомендует этот контент для конкретного человека. Потому что мне, например, ютуб никогда не выдаст танцы балерины или кулинарию какую-нибудь. Потому что я терпеть не люблю готовить. Хорошо, если ошибаюсь. Но мне кажется, что чтобы у нас в России появилась наша российская социальная сеть, которая смогла бы работать хотя бы так же как ютуб. Нам потребуется собрать всех программистов со всех мэйл-групп, ВКонтакте, Одноклассники. Хотя это, по-моему, одно и то же. Рутуб, Яндекс. Вот всех-всех-всех собрать и создать алгоритмы для какой-то одной социальной сети. И возможно лет через пять появится что-то похожее. Но через пять лет ютуб тоже будет другим. Зачем мне быть на Рутубе? Непонятно. Кто увидит мой контент? Никто. Я посмотрел известных блогеров, кто на Рутубе пытался тоже что-то делать. В поиске ищешь известного блогера, выдает какой-то шлак. Находишь кое-как этого блогера. Там видео были последние добавлены непонятно когда. Потому что люди такие же. Приходят, пробуют. Это ни хрена не работает и они оттуда уходят. Всё. Если взять видеохостинг Одноклассники. Тоже мертвые. Взять социальную сеть ЯРУС. Я там зарегистрировался тоже. Там ни фига нет никаких алгоритмов. Ничего не работает. Вконтакте тоже самое. Единственные алгоритмы, которые есть на текущий момент это на Яндекс.Дзене. Поэтому если вы хотите видеть мои видео, то пожалуйста переходите по ссылке в описании на мой канал в Яндекс.Дзене. На текущий момент я буду размещать свой контент на разных платформах. Потому что на одной платформе держать весь контент не безопасно, как показала текущая ситуация. Но сейчас я отдаю приоритет именно Яндекс.Дзене. Поэтому первый контент будет появляться скорее всего именно там. И не забывайте пожалуйста про телеграм-канал, где я буду публиковать где расположен контент. На случай если вдруг доступ к ютубчику вообще пропадет. Ну а другие социальные сети на текущий момент выглядят абсолютно абсурдно. Чтобы увидели мою публикацию, фотографию или видео, которое я создал, я должен это видео рекламировать. Зачем? Зачем мне это делать? Зачем мне рекламировать то видео, которое я создал, которое для меня стоит сколько-то денег? Чтобы его потом бесплатно посмотрели. Ну как бы это как ходить на работу и не получать за это зарплату. Это как пойти на завод, отработать месяц, а потом сказать чуваки спасибо, было круто поработать. Я в следующем месяце приду. В понедельник. Если исходить из того, что каждое видео придется продвигать, то в этом случае придется просто перейти на платные какие-то видеоролики. То есть убрать все, ну у меня конечно же юмора вообще никакого нет, в отличие от Виталяна. Кстати, давайте спросим у Виталяна, что ты думаешь про социальные сети, про наши российские, которые говорят, что вот не будет ютуба, не будет инстаграма, будет наш рутуб, вконтакте. У меня есть свое, у меня это счет. Что думаешь ты? Ну, фейсбук все. Это понятно. Все дизайнеры интерьеров, Елена Александровна негодует. Рекламные кабинеты инстаграма работают. Заходят через VPN, как-то что-то крутится, но минус там половина аудитории, грубо говоря. Половина согласен. Вот. Моя творческая студия в ютубе показывает, что у меня 61% моей аудитории из России смотрит. Все остальные это СНГ и другие страны. Инстаграм все. Инстаграм пал и вряд ли скоро вернется. И инстаграмные чекули я не знаю, ни с кем не сознательно. Вот единственный с кем общался с Кирсаном, он говорит, ну у нас по инерции все пока идет нормально. Вот спад мы наблюдаем, но не так, чтобы прям капец. Но вместе с тем это в силу инерции вероятно. Нет, все понятно. А вот прикинь, ты инстаграмная чекуля. У тебя инстаграм, Rehau, TC, все бренды. И вот так разом все хлоп. И ты такой, а не заняться ли мне фотографией, к примеру, в этот момент? Или там в ютуб, упаси господи. Короче, а что я думаю о блокировке ютуб? Вот многие боятся, трясутся. Я думаю, что нифига его не заблокируют. Сам я дзен завел на всякий случай. И загрузил даже три старых ролика туда. И забыл от него пару... Короче, я думаю, что ютуб не заблочит. Почему? Потому что это не кто-то сказал. Это я собственную аналитику провел. 2020 год, по данным Forbes или какого-то американского издания, Google заработал 13,5 миллиардов долларов за год. В мире. А в России из них, по данным ФНС, только в ютубе. А AdSense это не только ютуб, но и контекстная реклама в коисковиках и где угодно на сторонних сайтах размещается. Для этого AdSense и существует. Вот только в ютубе, только в России из этих 13,5, 2,5 заработал только ютуб. И это получается, что ты Украина, ты Россия, а я Google и в части этого должен отрубить себе ногу. Лишиться приличной части дохода просто так. Ему это невыгодно. Естественно, само собой. Потому что Россия очень развитый рынок, хорошая ширина каналов, хорошие скорости. Для нас норм взять телефон, в дороге где-то позырить ютубчик в хорошем качестве. Наши скорости это позволяют. И мало где в мире такое есть. То есть ты считаешь, что в Европе и в Штатах нельзя просто такого доступа к контентам? Вот мой друг Дима, например, с канала «Стройплощадка», он диверсифицирует контент. У Китая свой ютуб, он туда запуливает, переводит с русского на китайский и там развивает. И одновременно на англоязычную аудиторию в том же ютубе отдельный канал, никак не связанный с российской аудиторией. И англоязычной аудитории нет. У них крутые топовые шоу, офигенные бабки туда вливаются, красиво снимают. Но просмотры, по меркам нас, бомжей, строительной тематики, мы не блогеры, мы вообще никто. По нашим меркам они бомжи. Понимаешь? У них нет аудитории, нет скорости, нет смысла. А у нас это все есть. И поэтому они, не будь дураками, это понимают. И естественно, гуглу это вообще не выгодно. И те шаги, которые он делает на встречу. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какая скорость интернета в Штатах, в Европе. Какие просмотры там, что смотрят люди, если вы смотрите или вы оттуда, может быть. Ну, кто как-то так или иначе связан с англоязычной аудиторией. И вот по его данным он переводит, там синхронный перевод. Представляешь, мою речь переводить там за шапку сухарей из говно и веток. А он это переводит на английский. Они это... Вот, короче, не суть. Речь не об этом. О том, что там нет аудитории, нет трафика, и у них не так развито это, как у нас. И мы для них жирный кусок, и они не заинтересованы. И получается, что если и будут блокировать, то только со стороны нашего руководства. А тем тоже, в свою очередь, не выгодно, потому что если они отрубают YouTube, Google сразу резко перестает быть интересен вообще в целом этот рынок. И он отрубает все, а у нас многое завязано. Вот этот стол, вот маленький уголок, это весь остальной интернет, а вот это все, это Google. В массе железа. Мне так объяснил человек, который это понимает. То есть ты считаешь, что серверов Google больше, чем любых других на территории РФ или как? В мире в целом. Ну, в мире понятно, а на территории России... Ну, на территории РФ может не такая доля, но все равно она огромная. Вот, и поэтому это никому не выгодно, поэтому да, выгоднее всех, всем наконец-то помириться. Окей, с этим понятно. Что ты думаешь про видеохостинги ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, что у нас Рутуб еще есть. Это есть жизнь там? Ты думаешь как? Яндекс.Дзен был жив еще в прошлой жизни, до того, как все началось. И там люди зарабатывали и монетизировались. Кубаноиды, например, ребята, привет вам. Они... Ну, кубаноиды это... Я понимаю. Геотермика краснодарские ребята. Вот, они в Дзене, у них монетизация жирнее, чем в Ютубе была всегда. Он был жизнеспособный. Все остальное оно мертворожденное. Рутуб вообще отрыжка конченная ВКонтакте. Ну, Дуров, верни стену, когда было, тогда еще что-то. Ну, короче, оно все мертворожденное. А Дзен еще туда-сюда. И если придется, все мы дружненько переобуемся на Дзен. Но там нет алгоритмов, как таковых. Ну, это понятно, да. Они есть поисковые, чаще всего. Но Дзен хотя бы... У них есть поисковик, и за счет поисковика они могут находить какие-то старые... Поисковые алгоритмы. Можно как-то оптимизировать контент, ориентируясь на поисковик, и как-то так вот только за счет этого вылазить. Они так и делают. Они все копирайтеры. Они сидят и долбят по клавиатуре ключевые слова. И, да, набери будни сантехника, Виталий, контакты, найти. И первое, что ты увидишь, будет статья в Яндекс Дзене про то, как это невозможно. Спасибо, Виталий, что ты согласился ответить на вопросы. Я аж приехал из Москвы в Петербург ради этого. Да, да, да. Что делать? И вот есть какое-то количество людей, которые вкладывали деньги в развитие своих аккаунтов. Например, развитие аккаунта Инстаграм. Я знаю человека, который вкладывал каждый месяц на протяжении 2,5 лет по 500 тысяч рублей для того, чтобы разрекламировать свой аккаунт. И у него за это время оказалось 2,5 миллиона активной аудитории. Там было сложно все с этими алгоритмами продвижения. Куда деньги вкладывать, как рекламировать все это дело. Достаточно приличная сумма вложена. И человек продавал платные курсы. И что теперь? А теперь все. Теперь Инстаграмчик забанен и человек вкладывал целую кучу денег ради чего. Еще причем каждая социальная сеть, которая говорит, что у нас будет размещаться. И каждая социальная сеть хочет, чтобы только ты у них размещался, чтобы был уникальный контент. Так не безопасно иметь уникальный контент, потому что твой аккаунт могут в любое время заблокировать. Не то чтобы аккаунт, а вообще всю сеть могут положить. Но Инстаграм хитрый жук. Он же что делал? Он сначала разрешал набрать аудиторию. Набирает аудиторию, а после думает, что ты, чувак, набрал 2,5 миллиона аудитории. Что же делать? А давай мы не будем. Нафиг тебе вся аудитория не нужна. Давай мы будем показывать не всем твоим ребятам твои публикации. А пускай тысяч 100-200 тысяч посмотрят. А остальные не надо. Если ты хочешь, чтобы увидела вся твоя аудитория, пожалуйста, переходи в аккаунт Facebook и запускай там рекламу. Рекламу на свою аудиторию. Красавчики. Бизнес и ничего личного. Поэтому люди, зная об этом, те, кто создают платные курсы, они использовали другие платформы, где собирали подписчиков и этим подписчикам уже конкретно предлагали свои товары или услуги. Но, как показала текущая ситуация, даже когда ты имеешь свою базу подписчиков, которым ты предлагаешь свои материалы, то может случиться очень неприятная неприятность. Как показывает опыт с сервисом LEL, LELO, вроде бы так читается, то твои подписчики вообще не твои подписчики. Это может быть доступ к этой аудитории может получить разработчик. То есть он берет и может использовать в своих целях всю аудиторию, всех аккаунтах, они платные, за это люди платили деньги, они могут использовать в своих целях. То есть владельцы этого сервиса могут получить доступ и не от своего имени, а от имени аккаунта, на кого подписан человек, разослать свои сообщения. Прекрасно. Но здесь получается так, что если покупать аккаунт в каком-то сервисе, где будет вся база и будет осуществляться доступ к контенту, то это все равно чей-то аккаунт, это все равно чей-то сервис, к которому можно потерять доступ, заблокировать могут аккаунт или сделать еще что-нибудь. Остается только один вариант. Искать какие-то коробочные версии, какие-то решения, которые будут у владельца на сервере или на хостинге. Я, кстати, нашел такой сервис и возможно я буду делать какой-то платный контент, потому что буду делать. Пока идея написать книгу, потому что мне предлагали уже несколько издательств писать книгу, но как бы не очень что-то мне интересно заморачиваться на физическую книгу. Она будет в электронном виде и она будет жить долго. То есть она будет постоянно пополняться. И доступ к ней будет за какую-то небольшую сумму денег. Кстати, я все-таки скажу, что это за сервис, потому что вдруг среди вас кто-то тоже создает платный контент либо какие-то ваши знакомые. Либо кто-то, кто создает платный контент, но находится сейчас на других платформах, где арендует и каждый месяц платит какую-то аренду. Так вот, то что я нашел называется Schoolmaster. Вы один раз покупаете это готовое решение, устанавливаете на свой сервер или на свой хостинг и с этим работаете. То есть это ваша база, которую вы не потеряете, которую вам не забанят и которая никуда не денется. Все остальные ресурсы, которые нужно ежемесячно оплачивать какую-то аренду или где внезапно можно потерять свой аккаунт. Его заблокируют или сломается сервис. Это, конечно же, если говорить о каком-то инфобизнесе. О инфоцыганстве. А не о хобби, которому уделяется только свободное время между основной работой. Так вот, что касается меня, то до тех пор, пока я буду иметь доступ к ютубу, до тех пор, пока будет работать ютуб с теми логаритмами, которые есть и до тех пор, пока он будет развиваться, я буду публиковать, как и раньше, контентик на ютубе. Буду его как-то модернизировать, может быть делать повеселей. Не знаю, как у меня это получится. Но параллельно я буду развивать немножечко рутуб. Может быть он когда-то оживет, а может и нет. Я буду развивать контакт, видео в контакте и много времени буду отдавать дзену. Потому что дзен на текущий момент единственная платформа, которая работает, кроме ютубчика. Что касается проекта Schoolmaster, который я нашел, то я буду изучать эту платформу и посмотрю, удастся ли мне на основе этой платформы создать свою онлайн школу, что ли. Конечно же мне до школы далеко. Я не хочу идти прямо в школу, чтобы ее сертифицировать как учебное заведение. Но очень хотелось бы создавать полезный контент для людей. Потому что мне много раз говорили, создай какие-нибудь курсы. Давай что-нибудь сделаем. Давай школу. Давай книгу напишем. То есть издательство писали. Много разных людей предлагали об этом. И наверное пришло время это все-таки сделать. Что касается социальных сетей, то я уже сказал где это будет. Но если вдруг когда-то придется распрощаться с ютубом, я не буду подключать VPN сервисы. Я не буду удалять весь контент с ютуба. Потому что я создавал для того, чтобы дать те бесплатные знания, которых мне не хватало когда я начинал заниматься сантехникой. С 2009 года я создал сайт, где начал делиться своим опытом. И на тот момент все что было доступно это форумы, которые я терпеть ненавижу. Просто бесит. Все что я читал это санитарные нормы, ГОСТы, технические документации производителей и посещал семинары всех производителей, до которых мог дотянуться. У меня есть книжки, каталоги. Вон они там стоят. Их все не видно. Часть из них убрана. Техническая документация разных производителей. Кстати если вы хотите научиться. Открывайте сайт Valtech. И Valtech это единственный сайт Valtech и Grunfus. Grunfus что касается насосов. Если он еще доступен в России нужно посмотреть. Но на момент когда вы смотрите ролик, посмотрите доступна ли библиотека Grunfus. В Grunfus вы сможете узнать много чего интересного по насосному оборудованию. То есть по технической части. И компания Valtech. Вот Valtech самая крутая библиотека из всех, которые я когда-либо встречал. Там вообще есть все со ссылками на снипы. О всех трубах. О всех фитингах. Размеры. ГОСТы. Вообще все подряд. Это очень классная библиотека. И она бесплатная. Так вот на ютубчике весь контент останется как он есть. Я к тому, что если не смогу новый загружать, то тот который есть я его удалять не буду. А не буду этого делать, потому что в них много пользы. Я знаю, что эти видео используют в некоторых учебных заведениях. На семинарах некоторых производителей и на семинарах у людей, которые продают. Продавцы, диспетчеры. Пункты диспетчеризации инженерной сантехники. Кто оказывает сантехнические услуги. Но это полезно и удалять это нет никакого смысла. Так что следите за активными социальными сетями. Что у меня есть? Это ВКонтакте, который я веду. Моя страничка личная и группа ВКонтакте. Телеграм-канал и сайт. Это те источники информации. Это те странички, на которых вы всегда сможете найти, где найти наш контент. Я надеюсь, что это не прощальное видео и мы еще много раз увидимся. Спасибо вам всем, ребята, которые все это время оставались со мной. Которые комментировали, ставили лайкосики и рассказывали что-то из своего опыта. Особое спасибо тем, кто смотрит видео с 2013 года. В 2013 году был создан канал на ютубчике. Ну а я оставляю веру в наших программистов, которые еще не уехали и которые смогут создать платформу, которая будет не хуже той, к которой мы привыкли. Так что, ребята, не прощаемся. Как бы не было тяжело, верьте в лучшие и хороших вам новостей. Пока. Виталян приехал в Петербург из Москвы с инструментом. Халтурить, походу, будет здесь. Конкуренция. Конкуренты не дремлют. У нас тут работа и туго, поэтому, парень, тебе придется подвинуться, нахрен, с нашими проблемами. У тебя появились проблемы.